Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Я читал Библии о сожжении чародийских книг, но у моей гости оккультные книги движения New Age словно бы сами растворились в воздухе, и это произошло, когда она приняла Иисуса. Вам интересно? Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». С нами Карли Террадес. Карли, выросли не в христианской семье, но в 14 лет вы попали на небеса. Я прав? Да, все верно. Расскажите об этом. В то время у меня была хроническая астма. После серьезного приступа я оказалась в палате интенсивной терапии. Там я умерла и вышла из своего тела. Я росла в семье неверующих, поэтому я не знала, что со мной. Я смотрела на себя, на врачей, которые делали свою работу и светили мне фонариком в глаза, а затем я словно поплыла. Я проплыла через дверь больничной палаты и попала в коридор яркого света. Я ощущала только любовь и покой. Я проплыла по этому коридору, после чего меня отнесло в сторону к большим воротам. Я очутилась перед огромными золотыми вратами, и передо мной появилась фигура. Только тогда я впервые заметила, что на мне были белые одежды. Но это был не больничный халат, нет. Я стояла в белом одеянии босиком. Передо мной стояла фигура, которая пальцем подняла мой подбородок вверх к своему лицу. Его лицо сияло так ярко. Тогда я не осознавала, что встретилась с Иисусом. И мне очень сложно описать эту встречу. Он знал меня. Он знал обо мне абсолютно все. И сказал мне, твое время еще не пришло. А затем я очнулась уже в больничной палате. Теперь в ней разгорелось страстное желание узнать того, кто излучал такую любовь. Но у нее не было никаких представлений о христианстве, поэтому искать она стала не там. Она стала искать в движении Нью Эйдж. И все больше погружалась не туда, куда нужно. Тогда она в отчаянии взмолилась Богу. Она не знала, что делать. Обращалась к оккультным практикам. Итак, Карли, что же было дальше? Расскажите нам, пожалуйста. Я сказала, Бог, если ты реален, я хочу это знать. Хочу знать, что ты реален. Вдруг позвонили в дверь, я побежала открывать. На пороге стоял викарий в черной рубашке и белом воротничке. Знаете, такой священник. Викарий — это священник. Да, да, священник англиканской церкви. Он держал в руках буклет, на обложке которого был большой вопросительный знак. И надпись «Почему Иисус?». Викарий не произнес ни слова. Я выхватила у него этот буклет и захлопнула дверь. Я знала, что это мой ответ. Я побежала в свою комнату, прочла все от корки до корки и приняла Христа, помолившись молитвой покаяния, и ощутила, что Бог рядом. Какая замечательная история. Это было самое быстрое обращение. Что произошло с вашей коллекцией оккультных книг из Нью-Эйдж? Сразу после того, как я родилась свыше, эти книги просто исчезли. Никто их не трогал. Никто их не выкидывал. Вы впервые поняли, что к вам говорит Бог на женских собраниях, на библейских курсах. В то время вы страдали от эпилепсии, и насколько же все это было серьезно. Поведайте нам вашу историю. Да, каждый день у меня было по 3-4 приступа. Это было опасно. Иногда муж, приходя с работы, находил меня на полу, либо ему звонили уже из палаты интенсивной терапии. Несколько раз я чуть не умерла. Значит, вы впервые услышали голос Бога на библейских курсах. Что он вам сказал? Эти библейские курсы отличались от тех, что проходили в моей церкви. Курсы вела моя подруга, и она каждый раз отводила время на размышления, чтобы мы слушали Бога. Но я никогда раньше этого не делала. В тот раз я действительно впервые услышала Бога внутри себя. Он сказал мне, «Ты можешь исцелиться через две недели, если решишь это сделать». Тут же я увидела в видении выключатель. Бог сказал, «Жизнь и смерть предлагаю я тебе. Избери жизнь. Когда будешь готова, просто нажми выключатель и выключи свою эпилепсию». Я пошла домой и подумала, «Господь, мне нужно увидеть и понять, что Ты говоришь в Своем Слове». Последующие две недели Господь показал мне в Слове Божьем, как Иисус ходил по городам, исцелял всех угнетенных. Когда я снова пришла на библейские курсы, моя подруга сказала, «Я чувствую, что Господь просит меня помолиться за Тебя». Она кратко помолилась, и я поняла, что нажала на этот выключатель. Эта женщина смела, как лев со Словом Божиим. Она это знает. Карли была смелой, когда ей потребовалось исцеление. Но вот мне интересно, насколько смелой она была, когда ее трехлетние дочки пообещали скорую смерть. О ее сражениях веры мы с вами вскоре узнаем. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Присоединяйтесь к Сиду. Это сверхъестественно. Карли, расскажите о своей дочери Ханне. Когда родилась наша дочь Ханна, у нее было аутоиммунное заболевание под названием эодинофильная энтеропатия. Это означает, что ее организм отвергал белок и не переваривал его. Да, очень страшно. В три года ее рост был, как у девятимесячного младенца. Она была совсем крохой. У нее выпали все волосы. Она не могла есть никакую пищу. У нее была аллергия абсолютно на все. Тогда ей в желудок провели трубку, по которой 23 часа в день подавался синтетический раствор. Это было не лечение, а лишь попытка продлить ей жизнь. В три года ее отправили домой умирать. Когда Ханне поставили диагноз, мы задумались. Мы знаем, что Бог может исцелять, но хочет ли он этого? Хочет ли он это сделать с моей дочерью? Мы неправильно понимали характер и природу Бога. Бог благ. Он желает нам только добра. И его воля для нас — это исцеление. У нас не было этого основания, но мы молились за Ханну. В то время мы были пасторами, мы любили Бога и очень ревностно к Нему относились. Но мы не понимали, что Бог — благой Бог, и Он нас очень любит. Однако в ваши руки попала запись проповеди, и тогда вы словно прозрели. А кто же это был? Да, это была запись о служении Эндрю Уомака. Мы нашли его кассету как раз в нужный момент. Она лежала в комоде моей мамы, которой мы несколько раз передвигали. Как-то мы сказали ей, мы так жаждем Слова Божьего, у нас безвыходная ситуация. У тебя есть что-то, что нас вдохновит? Нам нужно напитаться словом. И мама ответила, у меня есть комод со старыми кассетами. И я вытащила кассету этого парня. Мы не знали, кто он такой. Тогда мы впервые услышали Евангелие Силы. Включилась сила воображения. Вы что-то увидели и буквально ухватились за это видение о своей дочери. Ей было три года, и она лежала на больничной койке. Каждый день врачи делали страшные прогнозы и всегда негативные. Однажды я спросила, «Господь, мне нужно увидеть то, что Ты говоришь о Ханне. Я знаю, что Твоя воля, чтобы она поправилась, но мне нужно это увидеть. Дай мне видение, дай мне картинку внутри меня». Господь был так милостив. Он дал мне три видения, и два из них уже осуществились. Сначала я увидела, как она, уже четырехлетняя, катается на красном велосипеде. Врачи говорили, что ей осталось два дня. Да, на тот момент она была как овощ. Во втором видении ей было пять. Она шла в школьной униформе к воротам школы в свой первый учебный день. А в третьем видении Эшли, мой муж, вел ее к алтарю. И это было прекрасно. Хорошо, вы послушали запись Эндрю Уомака, которая очень вас вдохновила. Затем вы узнали, что он приезжает в Англию проповедовать, и повезли туда свою Ханну, чтобы за нее там помолились. Все верно? Да, Бог так чудно все устроил. Мы узнали, что Эндрю едет в Англию всего на один день, на следующий день. Мы взяли в больнице разрешение забрать Ханну и поехали на конференцию. Эндрю Уомак возложил на нее руки, помолился, и она мгновенно исцелилась. Два из трех видений уже исполнились. Должен спросить, увидев эти видения, вы крепко ухватились за них или просто стали надеяться? Знаете, я размышляла над ними. Это помогало мне двигаться, потому что нам нужно научиться развивать духовное зрение, нам нужно научиться видеть верой. Мы ходим верой, а не видением. Вера видит невидимое, и здесь важно воображение. Оно связано с надеждой, а надежда не разочаровывает. Библейская надежда не разочаровывает никогда. Слово «разум» в Писании также означает воображение, наше воображение. Нам нужно смотреть на себя так, как смотрит на нас Бог. Он смотрит на нас, как Господь-целитель. Он видит нас здоровыми и целостными в силе Его Духа. Он видит нас именно такими. Когда мы внутри себя согласимся с Его картиной, тогда-то вскоре увидим ее в реальности. Когда мы вернемся к Карли помолиться, чтобы вы включили свое чудо, оставайтесь с нами и никуда не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Присоединяйтесь к Сиду. Это сверхъестественно. Карли, насколько важно для вас, исцеленной женщины, молиться на языках или на своем сверхъестественном языке? Однажды я служила женщине, чье сердце было разбито. Она уже долгое время болела, а несбывшаяся надежда томит сердце. Она была так разочарована тем, что борется, но ничего не получает. Придя встретиться со мной, она даже не хотела говорить, что с ней. Она сказала, «Я не скажу вам, что со мной не так. Я верю, что Господь просто покажет вам это». В тот момент я поняла, что смогу узнать это только силой Святого Духа. Примерно 30 секунд я молилась в Духе. Одна из задач Духа Святого в том, когда мы молимся в Духе, Он дает нам мудрость и откровение. Он открывает нам тайны, которых бы мы никогда иначе не узнали. Я слушала Духа Святого и услышала слово «печень». Я сказала, «Не знаю, значит ли это для вас что-нибудь, но я слышу от Бога только одно слово — «печень». В ту же секунду женщина расплакалась. Я подумала, это я ее расстроила. Я должна была помочь ей, но все испортила. Однако она плакала из-за того, что у нее была печеночная недостаточность. Мы начали молиться, и у этой женщины появилась вера, лишь потому, что я начала с молитвы в Духе. Потребовалось всего лишь одно слово знания, чтобы вера этой женщины выросла. Она приняла чудо. Мне нравятся ваши фразы, которые звучат «Не давайте лжи, разрешение на посадку». Аминь. Мир постоянно что-то нам говорит. Мы слышим всевозможные вещи. На нас постоянно сыпется разная информация. Отчасти это хорошая информация, а отчасти чистая ложь. Нам нужно внимательно следить за тем, что укореняется в нашем сердце и нашем разуме. Мы не можем запретить мыслям витать над нами, но не обязаны давать им разрешение на посадку. Когда речь идет о наших переживаниях или даже симптомах в нашем теле, это неправда. Есть истина, которая попирает этот обман. А вы говорите, что Иакова 4,7 делает вас смелой, как львицу. Аминь. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Скажите это еще раз. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Это Слово Божие. Точно, это Слово Божье. Это Иакова 4,7. Я видела верующих, которые останавливались на покорности Богу. Их все устраивало. Они покорялись Богу, но не осознавали, что когда дело доходит до болезни и немощи, нужно противостать дьяволу. Противостать – это очень сильное слово. Не игнорировать, а именно противостать. Верно. Быть пассивным – значит дать дьяволу разрешение. Люди сознательно пассивны, надеясь, что дьявол убежит сам. Многие христиане просто думают, Бог об этом позаботится. Нет, Бог позаботился об этом две тысячи лет назад. А вам нужно это отстоять? Вам нужно противостать? Обман – это единственное орудие дьявола. Да, Он обвинитель братьев, Он отец всякой лжи. Сегодня многие люди больны, потому что дьявол их обманул, и они считают, что болезнь пришла от Бога, что Бог наслал на них болезнь, чтобы чему-то научить. Это ложь из преисподней. Иисус служил исцелением, Он ходил по городам, исцеляя больных, изгоняя бесов, воскрешая мертвых. Аминь. Все, кто соприкасался с Иисусом, всегда исцелялись. Но нам нужно понять, что дьявол приходит всего лишь с обманом и ложью. Ему нужны покупатели, ему нужно, чтобы мы с ним согласились. Тогда он обретет силу в нашей жизни. Вы говорите, что вера подобна мускулу, и нам не стоит премельгать малыми начинаниями. Вы иллюстрируете это примером из жизни Давида. Мы знаем, что Давид был известен тем, что победил Голиафа, но он противостал гиганту. Сегодня многие сталкиваются с гигантами. У них другие имена, например, бедность, болезнь, депрессия или что-то еще. У ваших гигантов могут быть разные имена. Давид смог так смело и уверенно преследовать Голиафа, потому что сначала он поразил медведя и льва. Он упражнял свою веру на более скромных сражениях. Сид, я просто хочу вдохновить людей. Слушая программы, подобные этой, люди думают, с чего же мне начать, где положить начало. Мы можем упражняться в вере каждый день. Давайте тренировать мускулу нашей веры, не пренебрегая малыми начинаниями, и в следующий раз, когда у вас начнет болеть голова, не побежим за таблеткой. Карли, я вспоминаю о маленькой девочке, которая мало что знала о Божьей реальности и не знала, как ее воплотить. Дело в том, что вы никогда не сможете ее воплотить, потому что вы не Бог. Но могу сказать вот что. Если вы сделаете первый шаг, Бог побежит к вам и раскроет вам свои объятия. Сегодня среди наших зрителей есть те, кто нуждается в Божьей любви и в Его объятиях. Повторите за мной эту молитву, чтобы Бог не был в стороне от вас, но чтобы жил внутри вас. Итак, мы начинаем. Скажите, «Дорогой Бог, я совершил в своей жизни много ошибок. Я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса омывает все мои ошибки. Мне дано новое начало. Теперь, когда я чист, благодаря тому, что ты сделал, Иисус, я прошу тебя прийти и жить во мне. Возьми мою жизнь. Я принимаю тебя Господом в своей жизни. Аминь. А теперь настало время нажать на кнопку. Кнопку включения исцеления. Кто же готов нажать на эту кнопку сейчас? Тогда вперед! Бог отец, я благодарю тебя за каждого зрителя, за каждого, кто слышит звук моего голоса. Прямо сейчас, во имя Иисуса, мы берем власть над всякой болезнью, над всякой немощью и над всякой болью. Прямо сейчас мы приказываем болезням и немощем уйти из вашего тела во имя Иисуса. Я вижу, как мозг обновляется, и функции нейронов возвращаются к людям во имя Иисуса. Болезнь Альцгеймера уходит, болезнь Паркинсона уходит. Тем, у кого артрит, мы высвобождаем ваше тело силу Божью. Мы прогоняем все, что связано с артритом, всякую боль, всякое воспаление во имя Иисуса. Мы приказываем связкам и суставам двигаться во имя Иисуса. Господь, я благодарю тебя, что твоя исцеляющая сила действует в наших сестрах и братьях от макушки головы и до подошвы ног. И самая малейшая болезнь и немощь от них отступает. Боль уходит. Скованные суставы обретают свободу прямо сейчас. Мы говорим слова жизни органам, которые перестали функционировать. Я провозглашаю полную работоспособность каждого органа вашего тела во имя Иисуса. Мы приказываем уйти каждому обманчивому симптому из преисподней. Женщины, получите свободу от дряхлости прямо сейчас. Я вижу женщину, у которой проблемы со спиной. У нее сколиоз, но сейчас эти позвонки выпрямляются. Они выпрямляются и выравниваются. У кого-то растут новые кости, у кого-то пустоты в костях и слабость. Это остеопороз, но прямо сейчас ваши кости становятся сильными. Тот, у кого проблемы с коленями, получает новые колени. Там, где ваши кости терлись друг об друга, появляются новые кости. Так заменяет колени Дух Святой. Господь, спасибо Тебе. Спасибо, что Твоя сила течет через нас, и я вижу это во имя Иисуса. Прямо сейчас я хочу провозгласить конец бесплодию. Есть женщины и женатые пары, которые много лет безуспешно пытаются зачать ребенка. Части вашего тела были удалены, какие-то органы не функционировали, но сейчас Бог творит созидательное чудо. Яйцеклетки возвращаются к жизни. Прямо сейчас мы провозглашаем здоровье и целостность вашей репродуктивной системы и благословляем плод вашего чрева во имя Иисуса. Повторите за мной. Я нажал кнопку включения. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самому создать в себе самому дабы создать в себе самому одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Трейси Кук. Вы знаете, что у каждого есть хотя бы один духовный дар? Это правда. Бог открыл мне небесные ключи к раскрытию ваших сверхъестественных даров. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске «Это сверхъестественно» вместе с Сидом Ротом. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного Молитвенного Сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН сети это сверхъестественное, чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы интимно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Продолжение следует...